Всем привет! Мы пришли в дубайский зоопарк. Я делала валяне в зоопарке видео, но теперь покажу в дубайске, потому что я говорила, что здесь все животные находятся рядом, близко. Ну вот сейчас как раз можно посмотреть разницу, которая очень заметна. Вот фламинго, они прямо за заборчиком, метр забор, и вот уже находятся животные. Все, конечно, говорят, что их тоже отсюда переместят в сафари, который откроют парк в Дубае, сафари-парк, и всех животных переведут туда. Но пока еще вот они здесь, еще есть возможность сюда сходить. Тут, конечно, и мало места, это не так, как валяне, но для посетителей здесь есть возможность, конечно, посмотреть все поближе животных. Вот здесь горные козлы, наверное. Это очень близко все. Прямо рядышком-рядышком. В общем, здесь птицы, они выстроились и замерли в одном положении все. То ли они ждут чего-то, то ли им жарко и непонятно. Они реально все застыли, все стоят кучкой собрались. Мне вообще нравится вот этот вот страус. Когда? Очень часто было. Может быть, когда у него настроение, он подходит прям очень близко-близко. Сейчас он скрылся вообще. Вот он он. Он даже вот близко сейчас подошел, его хорошо будет снимать. Да будет. Вот такой голову высунул. Прикольный. Вон маленькие олени. Они спрятались все в тени. Не знаю, их видно будет. Должно быть видно, конечно. Но они в тени просто спрятались от солнышка, ушли. Вон один ходит, кушать пришел. Сейчас как раз такое, наверное, время они все едят. То ли их покормили недавно. Все кушают. Вот тот вот красивый, который с этими, с рожками. Ой, вот он и подошел, одел. Поближе. Здесь, кстати, очень много обезьянок в этом зоопарке. Прям очень. Она так взяла и смотрит. С одной стороны сидела, теперь с другой стороны. Смешная такая. О, вот еще один этот. Сегодня, кстати, не сильно много людей. Видимо, потому что на улице жарковато. Поэтому можно даже рядышком так подходить. Подойти ко всем посмотреть. Вот и львы здесь тоже очень близко. Просто за двойной решеткой. Но они сейчас спят и жарко видели. Поэтому они не легли спать все. Заснули. Кстати, вход в зоопарк стоит всего два дирхама. Ну, вообще, такая цена чисто символическая, по-моему. Просто чтобы не бесплатно. Вот еще одна. Привет, обезьянка. Маленькая. Все, раньше здесь, по-моему, были таблички написанные, где кто. Что-то сейчас не вижу вообще, не написаны, как называются все эти животные. Она развернулась и ушла. Сделать все дело. Видимо, постеснялась камеры. Отвернулась вообще. Ну, кстати, тигр, вот, он сейчас не спит. Он ходит, бродит. Вот мы давай к нему подходим, он собирается уходить. Вот его, кстати, хорошо будет видно. Очень близко тигренок. Вот видно хорошо. Вот прям рядом он. Жарко ему очень сильно, по-моему. Вот оно. Он руку отгрызет. Да, он отгрызет руку. Конечно, отгрызет. Причем при том, что он так рядом находится. Ну, да. Он ходит кругами здесь. По одному месту. Да, может быть, его сейчас будет кормить. Время. Он, может, есть хочет голодный. Я сейчас попробую снять гориллу. Не знаю, будет это видно или нет. О, она встала. Нет, не встала, она есть. Потому что ее можно только снизу посмотреть. Сверху она закрыта полностью. Закрыли таким непрозрачным, с прозрачным слегка словом. Смотрю, ниже чуть-чуть может опустить. Вот, видимо, она кидается чем-то или что, но ее закрыли. Прям с нее только снизу можно посмотреть. Обычно она еще наверх забирается и там сидит. В общем, я нашла способ снять гориллу получше. Я подняла камеру, и теперь ее будет видно хорошо. Я так надеюсь. Конечно, не вижу, как я камеру поставила. Думаю, что будет видно. Вон она сидит. Из камеры ее можно будет увидеть лучше, чем все остальные, кто здесь находится ее видят. Так, вот здесь вот кто это? Нет, это не павлин, это название его казуар. Он такой страшный вообще, на самом деле. Мне кажется, он похож на древних... Как динозавры, когда были вот в то время. Мне кажется, он похож на этот вид животных внешне. Живет в лесах в Новой Гвинеи и в Австралии. Предпочитает глубокие джунгли и саванны. Как и страус. Вот он тоже бегает в основном. 150 сантиметров его размер. И женские особи больше, чем мужские. Но женские красивее, чем мужские. Вот они. Вот этот Орикс. В общем, по-русски козел, по-моему. Вот здесь. Не все едят, да. Сейчас время корма. Как раз хорошо, в хорошее время пришли. Что они не спят где-то, не спрятались. Все кушают. Вот тоже лев. Тоже не спит. Ждет чего-то. Единственное, что жарко ему, видимо. Поэтому он, конечно, тоже такой дышит. Лежит, лег в тенечке. Отдыхает. Тоже очень близко. Через метр уже клетка со львом. Находится в метре от меня. Да. Вот еще львица рядышком. Она такая ходит, ждет тоже, наверное, льва. Африканская львица. Вот львица ждет еду тоже. Здесь. Через метр. Да так же страшно. Да так же страшно. Африканская львица. Это пантер Лио. Африканская. Но эта женщина? Это женщина? Да, а мая. Это мая? Это моя. Африканская львица. ай вот здесь вот прикольные страусы он куда-то голову спрятал вот она поднял они по-моему были в другой клетке постоянно ты хлеба пересадили там было внутри страус теперь они в отдельных клетках вот тоже кушает высоте все животные ждут еду я всегда хотела попасть на тот момент когда они едят или ждут еду потому что тогда они будут такие бодр бодрствовать мы всегда приходили они вот все то спят и еще что-то а это вот у них такая активность слушай еда по-моему у тебя в корзинке не забор не вкусный у меня по-моему понял и начал есть в общем я хочу показать просто я ближе не подойду но я хочу просто показать этот момент вот там вот в средине находится такая маленькая не знаю кошка какая-то мы видим не знаю не совсем кто это мне непонятно но сам факт в том что по моему для того чтобы ей не было так жарко здесь вот все орошается может быть потому что она живет в том месте там где не так жарко здесь я видимо жарко сейчас поэтому все орошается и сейчас попробую показать вон она там ходит такая маленькая корр кошечка и на меня вода льется вот здесь значит обезьянки опять-таки в мадрилы вот я хочу сказать вот у них тоже все мокро то есть их тоже тут орошают и вот это вот счастья видимо животные которые здесь им сильно жарко потому что на реально у них все мокро их поливают водой я вот даже боюсь что сейчас вода попадет на камеру там есть час бои боюсь переживаю за это но он прикольно они вон лежат ищут друг у друга бложки и очень близко можно хорошо их посмотреть рассмотреть он тут вода я не буду много снимать потому что правда вода попадает на камеру так здесь у меня у нас здесь павлин тоже орошают павлина сюда вот эта сторона вся мокрая прям да им очень жарко они прям лежат уже на полу жарко им ну хорошо тут дождик их поливает и водичка такая прохладненькая поэтому я думаю это им помогает все равно в любом случае вот здесь вот не могу не снять удивительно красивый белый павлин очень красивый на самом деле и вообще супер смотрится очень классно никогда не видела белых павлинов даже не помню прошлый раз была здесь был он или нет но сейчас я вот смотрю на него вообще он он просто реально потрясающе очень красивая птица вот здесь вот дерущиеся обезьянки надеюсь будет видно их я под камеру поближе поднесла вот они прыгают смешные макака мулата живет в бангладеш и привет макака мулата китай индия афганистане использовались регулярно в медицинских экспериментов вот таких вот обезьянок использовали в экспериментах сейчас уже реже их используют но раньше это было довольно таки часто это же обезьянка сидит вот она она здесь классность мне нравится в этом зоопарке здесь реально много обезьянок в валяне их не так много здесь их прям вот потому что валяне просто смысла нету обезьянок показывать потому что они будут очень далеко не знаю может быть мы конечно не нашли может меня кто-то поправит может там на самом деле тоже очень много обезьян но мы их не видели ну не в таком количестве хотя конечно я уверена мы не все обошли потом большая расстояние большая территория мы ходили ходили во всем плюс мы не взяли карту ну короче как обычно все и и я не знаю ну вроде бы как бы все обошли но я уверена что не все что обезьянок вот особенно в таком количестве но вот точно не видели ну опять вот у них тут он одна маленькая маленький ребенок на колесе сидит так целое семейство живет главный обезьян и вся его семья начался у них совет видимо какой-то заговорили видимо не проходит совещание вот это следующее макака ради а то бомбей шри-ланка леса и сады очень длинный хвост у них и они вегетарианцы так вот там вот впереди шимпанзе у нас надеюсь что видно так и она не на это моя надежда конечно что видно где у нас живет шимпанзе гвинея уганда танзания глубокие леса вот кушает она время как раз или вот подошла она я думаю сейчас будет видно кушает она банан смешная тоже прикольно вон она там кувыркается прыгает по-моему она знает что ее снимает камера она решила вот показать себя во всей красе по моему пошла наверх занялась она активной деятельностью да она решила показать все свои умения все что она может интуитивно она понимает что сейчас она не снимает камера она будет на ю тубе молодец всем показывайся что умеет вот вот такие птички и у них на голове вот такой вот цветок эти красивые у них такая голова как будто бы бархатная красиво выглядит очень и плюс цветочек на голове красивые тоже очень много красивых животных но здесь вот еще черепахи тоже очень близко они находятся и кстати вот на некоторых я уже увидела на одной в одном месте уже написано было что животные с это выставки перемещены в дубай сафари парк то есть может быть каких-то животных здесь оставят это переместят здесь вот тоже шимпанзе попробую вот вот хорошо видно вот шимпанзе на так очень пристально смотрят на всех забралась сверху на все здесь очень много птичек типа попугая вот такого вот плана все очень прям много и вот африканский серый попугай вот они рядышком сидят уже многие клетки пустую то есть уже многих животных перевели все вот остались но не так много уже ну вот вы сами видите зоопарк не сильно большой он как бы маленький но зато все рядом если с маленьким ребенком то лучше конечно идти сюда потому что больше наслаждения получит ребенок чем зоопарки которые огромны по размеру и животных не так видно но пока все есть возможность пока не переместились скоро конечно это все перестанет существовать не знаю опять-таки не знаю какие планы будут на этот зоопарк пока он еще существует пока в него еще можно сходить сейчас я еще расскажу где он находится 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 на джумеире первая джумеир а вот написано название дубай зу то есть и вход два дирхама еще раз повторю сможете расходить я думаю если еще успеете до закрытия если вы сейчас еще с маленьким ребенком обязательно сходить и ну мне кажется будет интересно именно сегодня все всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии